Приветствую вас. Я думаю, что в основе вашего конфликта лежит то, что вы склонны обесценивать свои желания, то, что вы склонны обесценивать свои потребности, то, что вы склонны критиковать себя, то, что вы склонны как-то вот сомневаться, в том, что вы хотите и так далее. Смотрите, вы не испытывали чувство вины до тех пор, пока у вас не появилось ощущение, что мужчина это лучший, кого вы в своей жизни видели, знали, встречали. То есть, по сути, я не побоюсь этого слова. Сейчас имеет место быть ничто иное, как идеализация. Вы идеализируете мужчину. И именно идеализация порождает чувство вины, то есть ощущение того, что вы недостойны чего-то хорошего. Я почти уверен, что если бы не было этих факторов, которые вы описали, то в этом случае вы нашли бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы себя обвинять. Ну, например, что провели время, столько времени с мужем бывшим, который не стоит и мизинца вашего текущего мужчины. То есть, в любом случае, вы бы нашли за все себя корид. И этот момент, он восходит в том, что вы не считаете себя достойным того, что имеете. Того, что вы не считаете себя заслужившей того, что имеете. И я думаю, что вы уехали в Европу на эти пять дней, потому что уже тогда чувствовали симпатию к мужчине. И вы боялись ее. Вы боялись того, что у вас не может получиться. Уже тогда, вероятно, вы считали себя недостойной этого мужчины. Уже тогда, вероятно, вы считали, что недостойным... Как бы это сказать... Недостойные... Находиться рядом с таким человеком. Смотрите. Вы невольно сравниваете своего бывшего мужа, одноклассника и текущего мужчины. Да, текущий мужчина выигрывает, но обесцениваете вы бывшего мужа и одноклассника вполне себе. Да, вы говорите, что с отцом ребенка вы общаетесь, что вы сделали вид, что вы друзья и так далее. Но последнее... Последнее предложение показывает, что всё-таки эти люди сейчас для вас не значит ничего. То есть в противном случае вы именに записали. От того, что вы написали. За обесцениванием всегда следует идеализация. И наоборот, за идеализацией всегда следует обесценивание. Чем сильнее вы идеализируйте, тем сильнее вы обесцениваете. Это значит, что тем сильнее вы будете идеализировать мужчину, тем сильнее вы будете себя винить. Это такой, всего рода, замкнутый круг. Для того, чтобы перестать себя видеть, нужно перестать идеализировать. Идеализация – это перенос своих желаний нашего человека. То есть, мужчина позволяет вам быть той, кем вы себя всегда хотели видеть, но не позволяли себе. Вот это и нужно поистеливать. Кстати, чувство вины – это невыраженная агрессия, которая как раз таки возникала, когда вам не позволяли быть той, кем вы хотели быть, и которую вы подавляли. И которая появилась сейчас в виде обвинения. Я уже молчу про то, что действительно ничего серьезного-то не случилось. Вы имели основание мужчине не доверять текущему, потому что у него была не очень хорошая слава. И ничего серьезного не случилось для ребенка, что вы не справили в виде рождения, потому что, ну, я не знаю сколько лет, а ребенку вашему, вот жалко вы, вот вы, по-моему, да, вы не написали сколько лет ребенку, жаль, вот, да, жаль вы не написали сколько лет ребенку, но я думаю, что у ребенка должны быть свои друзья. И поверьте, детям веселее в исходе рождения с своими друзьями, а не с родителями. Поэтому здесь вы, опять же, преувеличиваете значимость того, что ребенок провел для рождения без вас. Вот. Но это не случайно все. Это все не случайно. Это связано как раз с тем, что вот я говорю, что вы обесцениваете свой счет. Дальше. Между вами и вашей текущей мышиной, я буду называть его просто мыши-мышиной дальше, есть элемент недоверия. Почему? Ну, я не думаю, что если это действительно такой хороший человек, как вы о нем говорите, то он не понимает, что вы имеете основания ему не доверять, что вы имели основания ему не доверять. Я не думаю, что он не понимает того факта, что вы не встречались, как вы говорите, морозились с ним, потому что знали, что он охочий до девушек. И это нормально, что вы не хотели стать еще одной. А значит, а значит, мужчина должен понимать, что до того, как переписка стала интенсивной, вы вели себя достаточно свободно и не воспринимали его всерьез. Если мужчина этого не понимает, то, ну, для вас плохие новости, это очень уверенный себе человек. Поэтому, я думаю, что вам стоит рассказать. Может быть, не о том, что вы себя вините, а о том, что как в этой ситуации все видите. И вы несете ответственностью здесь за его чувства, за его переживания. Потому что его боль, это его боль, это его ответственность. Я бы сказал, что здесь у вас не оформлены личные границы между собой, сыном и мужчиной. Равно как не были оформлены личные границы по отношению к бывшему мужу и однокласснику. Особенно это проявляется в том, что почему-то одноклассник должен был проявлять к вам внимание. Хотя вы поняли, что люди вы разные. То есть, у вас были завышенные ожидания по отношению к нему, к однокласснику, я имею в виду. И эти ожидания, это все тоже, это все те же корни, что и вашего восприятия мышины, текущего мышины. Что это ваше желание, которое вы самостоятельно не реализуете. Ну, возможно, вы пытаетесь нам что-то доказать, возможно, вы пытаетесь как-то за счет этих людей удержать некое представление, некие представления о себе. Вот. Я этого, конечно, всего не знаю. Вот. Но, тем не менее, ситуация, она вот такая. Это, конечно, не есть хорошо, безусловно. И поэтому это требуется корректировать. Вот. Начнем, пожалуй, с того, что, как бы, ну, ответственность мужчины за его действия, она вами, по факту, полностью игнорируется. То есть, когда игнорируется ответственность другого человека, ваша ответственность разводится в абсолют, именно ваша ответственность разводится в абсолют, а ответственность человека игнорируется полностью. И я бы сказал, что у этого тоже есть причина. Поэтому здесь я работал бы исключительно вот с личными границами, которые, ну, мне кажется, очень важны здесь. Вот, в принципе, наверное, такой ответ я могу вам дать. Если вот, значит, ну, если просто анализировать, если просто давать обратную связь вам, значит, на то, что вы описываете. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы не задаете вопроса. То есть, обратите внимание именно на то, что вы не спрашиваете ничего, вы не ставите вопрос. То есть, вы просто говорите, что вот, ну, что я, значит, читала, вот, я считала, что нужно сказать, что это позитивно, и всё. Вот. То есть, что вы имеете в виду под позитивным, если честно, я вот как-то не очень, не очень понимаю, вот, не очень я понимаю, что вы имеете в виду под положительным. То есть, если вы имеете в виду, что нужно, ну, признать как-то вот свои желания, если вы это имеете в виду, то, да, признать свои желания, да, это хорошая идея, это правильно. Правильно, это правильно, признать свои желания. Но для этого нужно найти источник обесценивания, который кроется из вашей такой вот родительской обесценивающей, критикующей позиции по отношению к себе. к себе, к себе, по отношению к себе, к себе, а, на что тут, самой, вот. Я думаю так. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, вот, решать проблему, на мой взгляд, стоит, значит, сэм, анализа. Отношений с мужчинами вашими, ну, мне так видится эта история. И тогда будет такой, ну, результат. Тогда будет такой результат. Тогда будет эффект. Вот так, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо.